Народные гуляния, концерты, праздничные шествия и митинги по всей стране от Камчатки до Калининграда. День народного единства страна отмечала в 11 раз. И россияне все реже задаются вопросом, что празднуем, почему выбрана эта дата. Новый праздник был утвержден федеральным законом, который Владимир Путин подписал в 2004 году. Первое время жители страны путались. Когда День народного единства отмечали в первый раз, опрос показал. Более 30% наших сограждан назвали его Днем согласия и примирения. День народного единства собрались отмечать всего 8% респондентов. Сейчас все больше россиян знают не только название праздника, но и его суть. Это День народного единства, когда Минпожарские объединили народ на ополчение и изгнали поляков из Москвы. Можно собраться все вместе, когда все едины, когда все радостные, веселые. А черной праздник? Хороший, добрый. Мини на Пожарский выгнали из Москвы, из России польских захватчиков. Именно этот момент стал, наверное, одним из самых важных моментов в истории России. В истории, получается, той России и современной России тоже. Россиянам что пожелаете? Пожелаю, конечно, удачи, процветания, здоровья и чтобы зарплаты были большие. Освобождение России от смуты, от портия литовских захватчиков. Я думаю, что народ всегда может объединиться, когда такие наступают времена, бывают и сли. Я уверен, что Россия за себя всегда постоит. До Октябрьской революции 4 ноября отмечали как День Благодарности Пресвятой Богородицы за помощь в освобождении России от поляков. Так постановил царь Алексей Михайлович Романов, сын Михаила Романова, которого на царство не избрал Земский собор. После победы над интервентами. Таким образом, День Народного Единства – праздник не новый. Тем не менее, в нынешнем значении мы отмечаем его с 2005 года. По всей стране сегодня проходят митинги. Столицы Чувашии вы начали с минуты молчания в памяти погибших в страшной авиакатастрофе в Египте. Минута молчания. Главный символ сегодня, конечно, российский флаг. Сотни национальностей, языков, культур – одна страна и общая история, в которой было немало моментов, когда выжить и сохранить государственность можно было только объединившись. Все мы разные, но невзирая на национальность, вероисповедание, именно сегодня, в этот день, в праздник народного единства, мы становимся членами одной семьи, гражданами одной страны. Страны великой, у которой великое прошлое, светлое и большое будущее. Ветеранам Великой Отечественной войны мы еще можем сказать спасибо. О лучшей благодарности героям 1612 года и всех последующих войн, когда приходилось защищать целостность страны, благодарная память. Ситуация на Украине и политическая обстановка в мире показывают, как опасно забывать уроки истории. Когда отдельные страны, американцы, отдельные страны Евросоюза предъявляют нам определенные санкции, они хотят дестабилизировать ситуации внутри нашей любимой страны, конечно, мы на это должны реагировать. При соединении Крыма, Севастополя дали другие дополнительные силы, народ стал как одна семья, российский народ, русский народ, многонациональный. Когда нужно было стоять за нашу страну, стояли, погибали, умирали ради того, чтобы жили наши дети лучше, чем мы сами. И всегда так будет. Мы будем всегда непобедимы.